Сегодня в ЦИК поступил пакет документов от действующего главы государства Анатолия Бибилова. Члены инициативной группы предоставили подписные листы и все необходимые бумаги. Количество подписей, которые нужно собрать кандидатам, составляет 3500. По моему убеждению и мнению, выборы должны пройти, во-первых, юридически правильно, с соблюдением всех избирательного права и выборного процесса. И более того, выборы должны пройти спокойно, в рамках закона. Я уверен, что народ Южной Осетии примет правильное решение. Сегодня же свои подписные листы в ЦИК принесли члены инициативной группы по выдвижению в президенты Владимира Пухаева. Член ЦИК Игорь Чочев рассказал, что документы они принимали в течение дня, включительно до 18 часов. Одновременно всем кандидатам назначили дату лингвистического экзамена. В течение дня ЦИК принимала от уполномоченных представителей инициативных групп и политических партий подписные листы. Затем кандидатам будет назначен лингвистический экзамен. И после этого, в течение 10 дней, ЦИК даст ответ либо о регистрации кандидата, либо о мотивированном отказе. По словам Чочева, подлинность подписей будут проверять в информационно-координационном центре. После всех проверок, зарегистрированным кандидатам выдадут специальные удостоверения. До Брезинских выборов осталось чуть больше месяца. Они пройдут 10 апреля. Сегодня завершен второй этап предвыборной кампании. Документы, поступившие в ЦИК от инициативных групп, будут рассмотрены в течение 10 дней. Стелла Бязарова, Рауль Кочи, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня.